Гражданин Хайнлайн в 64-м году получил не только премию Хьюго, но еще и звездюлей, в том числе от своих коллег по цеху. В числе прочих от другого нашего любимца Гарри Гаррисона Клим Александрович. Книжка 92-го года. Классику. Клим Александрович, прежде всего я тебе страшно завидую, потому что я не успел, а имел все возможности добежать и познакомиться лично с Гарри Гаррисоном. А тебе это удалось. Дважды мы с ним общались, да, выпивали всякое полезное и вкусное. И Гарри Гаррисон в 64-м году пишет памфлет «Билл Герой Галактики», который является жесточайшей сатирой, самой едкой, которую можно придумать, и при этом самодостаточным произведением. Безусловно, потому что как он, когда я читал это в глубоком детстве, я даже не знал, что это он издевается над Хайнлайном. И все равно было смешно. Было дьявольски смешно. Билл так до конца и не понял, что причиной всему с ним в дальнейшем случившемуся был секс. Ведь если бы солнце в то утро не сияло так ярко на отполированном небе Фергинадона 2, и если бы не сверкнули перед Биллом белоснежные пухлые ягодицы, плескавшиеся в ручье Инги-Марии Калипиги, надо полагать, он делил бы больше внимания пахте, а не размышлениями над запутанными проблемами взаимоотношений полов. И к тому времени, как со стороны дороги донеслись упоительные звуки музыки, он был бы уже по ту сторону пригорка и ничего не услыхал бы. А дальнейшая жизнь сложилась бы совсем-совсем иначе. Первая фраза книжки. Ну и потом, конечно, как год, блин, этого... Лагерь имени Артура Кари, да? За время существования лагеря имени Льва Троцкого обучения там прошли 89 миллионов 672 тысячи 899 новобранцев. Лагерь здесь назвали вместо Артура Кари... Лев Троцкий. Льва Давыдовича. Вот, он адски злобный, очень смешной. Надо понять, что времена были доинтернетные. Часто по нынешним меркам у каждого ролика в комментах-то у него посмотришь 98% лайков. И при этом сотенки две комментов о том, что... Зачем ты такой родился, тварь? А Хайлайн, получив тогда такую порцию, в общем-то, негатива, пытался время от времени оправдаться. И поэтому даже в 72-м году, то есть это прошло сколько у нас там? Много! 14 лет. Ну, если с 59-го, то 13, наверное. Ну да. В 72-м году он писал. Звездный десант тоже наполнен оставшимися без ответа вопросами. Многие забраковали эту книгу на весь ярлык фашист или милитарист. Совершенно правильно. Они не хотят или не умеют читать. Эта книга ни то, ни другое. Она написана как предельно серьезная, но неполная. То есть, вы меня неправильно поняли. Но неполное исследование, почему люди сражаются. А поскольку люди действительно сражаются, то эта проблема заслуживает изучения. Ну, то есть, он таки нет. Не поймите неправильно. Я не вот про это. Не про марши с факелами. Тем не менее, как мы могли убедиться, эта книжка и вправду отражала взгляды Хайнлайна. Он, безусловно, не был фашистом. Он, безусловно, был милитаристом и, скорее всего, шовинистом. И при этом, надо отдать ему должное, он и в других своих произведениях изучал совершенно другие типы социального строя, пытаясь их изобразить. Например, вот Луна, как-то она, Луна жестко стелет, Луна жестокая хозяйка, которую ты вспомнил. Это, безусловно, общество… «Лемунис Хардмистрес», как-то она так, это, по-моему, называлось по-английски. Общество, победивший анархии. Причем, вот с чем не мог Хайнлайн расстаться, в принципе, общество, победивший анархии, у него все равно капиталистическое. Там мир Чистогана настолько чудовищный. Я даже не знаю, как можно устроить анархизм, сохранив, блин, капитализм. Но, однако, вот Хайнлайну это удалось. Мысли о гонорарах пронизывают все его воспоминания и письма на протяжении десятилетий. Так что это было ему близко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова